И сегодня мы возвращаемся до всех Ганнибалев-лекторев, также до Фредди Крюгеров и всех других, кто одет маску Крика. И мы готовы кричать вместе с вами, ведь это пятнадцатая нация, но стартап-шоу разбивает все рамки, и мы сегодня с вами как Кен и Барби, и мы вообще забыли про старшилки, правда? Хорошо, помним только... На дейкий час, потому что иногда вы не будете все равно заявляться у стартап-шоу. Отже, лайка, мистер Санни, стартуем! И сегодня в программе рукавички, что будут вас вчити малювать и при этом еще играть на пиванина. Шлем, определяющий загрязнение воздуха. Как появился значок, а точнее, надпис Голливуд. Что такое фэнсап? Как не стать Плюшкиным, так и девать все заявые вещи, которыми вы не пользуетесь. Про это будем спілкуваться и с нашими гостями, которые будут представлять проект Плюшкин. Отже, будем встречаться с основницей этого проекта, который называется Наталья Заверюха. И, конечно же, как стать настоящим Плюшкиным и получать наши подарочки, мы вам напоминаем каждый день, ведь у нас есть всего один лекий вопрос викторийный. Ваши правильные кликания на нашем сайте, и вы получаете наши подарочки сразу прямиком к себе в дом. О фактах сегодняшнего дня. Мы с вами забываем о том, что пятница 13, ведь в 1959 году, именно в этот день, в продаже появляются первые куклы Барби. Да, друзья, это не Монстер Хай, которые сейчас новые и модные. Они сейчас очень популярны. Между прочим, я даже помню первую Барби. У нее был роскошный купальный костюм и платится. Вот видите, черно-белый стоил она, кстати, всего-то три рубчика. Ну, а тем часом в 1981 году сталося подие, яка действительно схваливала всех. Вот же, у Нью-Йорк Таймс опубликовала и найдовше реченье за дни ей 1286 слив. Ну, хорошо, в таком случае я готова поздравлять именинника всю жизнь, мечтала и хотела. Робби Уильямс, с днем рождения! Именно 13 февраля ты появился в этот мир от 1974 года, кстати, бывший участник английской поп-группы TXZ. Просто красавчик и ныне успешный, занимающийся своей сольной карьерой и деятельностью. Мы танцуем под тебя сегодня и всегда. Хэппи-бездэй! Ну, а просто зараз мыкаем иначе голливудские мрии, и нехай они справедливаются. Знак Голливуда был создан в 1923 году, но он совершенно не обозначал тогда всемирную там фабрику грез. Это было всего лишь реклама новых жилых кварталов Лос-Анджелеса. И, кстати, надпись была «Холливудленд». Киноиндустрия так швидко развивалась, что вы решили все залишить, как оно есть, и, в результате, это стало супер-брендом, трендом и взагалю. А также, знаете, у нас в Украине есть свой Голливуд, и мы сейчас будем выяснять, кто из нашего Голливуда самое слабое звено. И на сегодняшний день рассматриваем такой термин, как «фэнсап». Давайте слушать, что нам отвечали. «Фэнсап». 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 «Ну, это, мне кажется, очень хороший сабвуфер на студиях. Новое видение. «Фэнсап». Фанаты какие-то там что-то делают. Когда стоишь такой на сцене, поешь себе классную песню, а твои фэны просто…» «Фэнсап» и «Кисырух в танце». «Не знаю, это как фэншуй, только фэн сверх». «Фэнсап» — это какая-то гирлянда. «Фэнсап», как оказалось, это любительские субтитры, а именно мультяшек аниме. То есть, грубо говоря, фэны садятся и самостоятельно переводят, и показывают, транслируют это все на экран. Не откладай на завтра те, чим можно надихаться уже сьогодні. Крутые идеи, фантастические гаджеты — это секреты успешных людей. Все это прямо сейчас у стартап-шоу «Знискафетри в одному». А теперь будем одягать наши виртуальные рукавички для того, чтобы презентовать новые ноу-хау. Справа в том, что Сурабдата, студент Института интерактивной информатики и дизайна Кофенгагена, створил специальные рукавички, которые будут вас научить, малювать и играть. Парень, на самом деле, решил, что он хочет создать рукавичку, которая будет обучать базовым движением. Создается, значит, механическая такая память. И мышечная память помогает человеку воспроизводить все, но уже на уровне рефлексов и без вспомогающей функции перчатки. Делается это все, кстати, с помощью... О, Боже, я даже не знаю. Там очень сложно все, наверное. Он целую диссертацию парень об этом писал. Я не смогу об этом вам рассказать в 2 минуты. Главное, мы только увидели, как оно все это работает. Но, честно говоря, все равно лучше научиться без роботов. Шулум, який действительно каже про забруднение повитра, уже вышел и мает назву Якобсенс Фабулус Альфактометр. Разработал его британский дизайнер Сюзанна Хертих. Для того, чтобы людям позволять понимать, в каком ужасно загрязненном пространстве они находятся. Ведь девушка полагает, что физиологические особенности многих животных им позволяют лучше различать запахи, поднимая верхнюю губу. У нас же у человека такого приспособления нет. Вот видите, кстати, это делает, Боже, какое животное интересное. И у вас будет губа подниматься все выше и выше, если вы потрапите в зону, где занадто забруднение повитра. И перетвориваться на вот этих девчат, которые делают все... Ровно через час нам еще есть множество всего вам рассказать интересного. Например... Разумный матрац! Как одновременно зарядить 8 гаджетов? Что и как украинцы обминяют в интернете, а также как не стати плюшкинем, про это будет рассказать Наталья Заверуха. Отже, ждите. Пауза, друзья. В 3 часа ровно включаемся снова в стартап-шоу. Продолжение следует...